Привет друзья! Год назад Любовь Нурдинова весила 350 килограмм. Вот как изменилась самая тяжелая россиянка и что с ней стало. Сразу хотелось бы сказать, что это очень смелая, мужественная и замечательная женщина с нелегкой судьбой. Пару лет назад команда Андрея Малахова взялась за судьбу самой тяжелой россиянки, которая несколько лет не выходила из дома. Любовь Нурдинова не могла даже стоять на ногах, она только лежала и ела. Вес женщины достиг 350 килограмм, она была не в состоянии даже перевернуться. К спасению привлекли лучших специалистов и даже МЧСников, чтобы отправить женщину на обследование и последующее лечение. Сейчас вы узнаете, удалось ли Любови Нурдиновой скинуть вес и чем все закончилось. Судьба женщины была тяжелой. С мужьями личная жизнь не сложилась, сестра-близняшка жила по соседству, но они не общались. Помогал матери только младший сын. Он обмывал ее, переворачивал, делал массажи. Никакой личной жизни у парня не было. Потому что он постоянно ухаживал за 57-летней мамой. Условия для жизни в доме, где проживала Любовь, были не самые лучшие. Горячей воды нет, ванной комнаты тоже. Чтобы провести уходовые процедуры, сын Алексей набирал и нагревал воду на плите. После осмотра на дому специалисты начали искать варианты, как можно эвакуировать женщину из квартиры, чтобы отправить ее в больницу. Сын очень переживал по этому поводу. Так как лестничные пролеты в доме были узкими, МЧСники предположили, что можно было бы попробовать эвакуировать Любовь Михайловну через окно. Но предварительный эксперимент показал, что это будет опасно для жизни, так как она может упасть с большой высоты. Эвакуацию провели через подъезд. Женщину выносили несколько мужчин. Даже для сотрудников МЧС эта задача оказалась сложной, но им удалось. Любовь отправили в больницу на скорой помощи. Под свое крыло женщину взял Казбек Аутлив, он стал лечащим врачом пациентки. Спустя месяц с женщиной вновь связалась съемочная группа прямого эфира, чтобы обсудить результаты проделанной работы. За месяц на диете и при физической нагрузке, насколько это возможно, женщина скинула 100 килограмм. Вы только вдумайтесь. 100 килограмм за месяц. Дорогие зрители, как вы считаете, не многовато ли скинуть 100 килограмм за один месяц? Обязательно напишите свое мнение на этот счет в комментариях под этим видео, заранее спасибо, а мы продолжаем. В жизни других участников этой истории тоже произошли серьезные перемены. Сын Алексей познакомился с девушкой, и у них завязались отношения. Он начал ходить в зал и смог сбросить 4 килограмма. Сестра Любови Михайловны тоже обратилась за помощью. Специалисты провели обследование, прописали диету, и женщина смогла похудеть также на 4 килограмма. В квартире Нурдиновых сделали ремонт, провели дезинфекционные работы и привели в порядок жилье. Старую мебель выбросили и установили новую. Правда сыновья женщины не оценили ремонт, сообщили, что все сделали некачественно. Андрея Малахова и экспертов задела такая неблагодарность. Но Любовь Михайловна сообщила, что ей все очень понравилось, и поблагодарила команду телеканала. Когда показатели по здоровью пришли в норму, врачи решили провести операцию по шунтированию желудка. В следующий месяц Любовь Нурдиева сбросила еще 100 килограмм. Это невероятно, друзья. Еще 100 килограмм. За два месяца – 200 килограмм. Как считаете, большая ли это нагрузка для женщины в таком возрасте? Стоило ли так резко сбрасывать такое количество веса? Как вы считаете, друзья? Женщина начала понемногу ходить, и ее отправили домой. В квартире за ней продолжил ухаживать младший сын, ему начал помогать и старший. Оказалось, что он просто развелся и вернулся в квартиру матери. Многие начали подозревать, что старший сын так поступил, чтобы жить за счет матери. А вы как считаете, мог ли сын так поступить? Так как женщина похудела до 160 килограмм и начала хотя бы немного передвигаться сама, за ней стало проще ухаживать. Но в один день случилось страшное. Из-за переживаний и уныния она наглоталась таблеток. Сыновья услышали ночью хрипы и вызвали скорую. Женщину привели в чувство, а мужчин начали обвинять в том, что они хотели отравить мать. Врач Казбек Аутлив прибыл в Тюмень к своей пациентке, чтобы поговорить с ней, узнать причины и понаблюдать за ее состоянием. Любовь Нурдинова должна была продолжать худеть. В планах значилось сбросить вес, чтобы он был менее 100 килограмм. О женщине весом в 350 килограмм Мир узнал благодаря выпуску прямого эфира в январе 2020 года. До августа она проходила обследование, лечение, стремительно худела. Но потом появилась печальная новость, что ее не стало. Светлая память этой потрясающей женщине. Лечащий врач Казбек Аутлив узнал об этом из соцсетей. Так как за месяц до этого сыновья в жесткой форме отказались от его услуг и попросили больше не приезжать. Также они запретили соседям заходить и узнавать о состоянии матери. Похоронили Любовь Нурдинову практически тайно. Не сообщили никому, даже близким родственникам. Они отказывались идти на контакт и со съемочной группой телеканала. Что привело к такому печальному концу неизвестно, так как от вскрытия сыновья тоже отказались. Предположительная версия – сердечно-сосудистая недостаточность. Вот такая печальная история, друзья. Думаю, никто не ожидал, что так произойдет. Наверняка, многие люди искренне хотели действительно помочь ей и изменить ее жизнь к лучшему. А что вы, дорогие зрители, думаете по этому поводу? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok